Когда ненавистные лишние килограммы никак не уходят, хотя вы едите мало. Советую не экспериментировать с питанием самостоятельно. Снизить вес после самостоятельного похудения гораздо сложнее. Организм все запоминает и выстраивает защиту, чтобы такого больше не повторилось. Снизите углеводы, сладкого и мучного будет хотеться так, что вы просто не сможете остановиться. Вес взлетает на таких откатах еще больше плюс. И это не теория, это конкретные случаи и, к сожалению, довольно частые в моей практике по коррекции веса. Начните с мини-курса ЦЭХ, который длится всего 2 недели. Программу эффективную и безопасную для вашего здоровья вы можете выбрать по вкусовым предпочтениям и снизить вес в 2 до 6 килограмм всего за 14 дней. Так как это сделали более 14 тысяч участников моих проектов по всему миру. Ссылку найдете под этим видео. Переходите, записывайтесь и задавайте вопросы. А это видео о микроэлементе, дефицит которого не приведет к увеличению веса, но проявит симптомы, которые вызовут желание съесть больше, слаще, жирнее, позднее и так далее. Сегодня говорим о магнии и о его формах применения. Здравствуйте! Вы на канале Светлана Никичук, спортивного диетолога и специалиста по функциональной диетологии. Здесь разбираю продукты как конструктор на белки, жиры и углеводы, а также на витамины и микроэлементы, чтобы каждый понимал, что вес, здоровье и настроение зависит от того, чем и во сколько вы сегодня позавтракали, поведали или поужинали. Этот выпуск посвящен магнию. Есть такое выражение, что между остроумным, энергичным человеком и не совсем здравомыслящим с нарушением работы сердца находится магний. Я уже рассказывала о нем вот в этом выпуске ранее, но хочется добавить еще и просто напомнить о его важности, особенно для тех, кто снижает вес и ведет активный образ жизни. Если в семье есть дети, которые в настоящее время стали активно расти, обратите внимание, получают ли они достаточно магния и калия. О жалобах, которые должны вас насторожить, будет чуть позже. Продолжу про снижение веса. Когда есть желание убрать 5-10 килограмм, но мешает пищевая зависимость, с которой вы не можете совладать. Утром встали и дали себе установку. Все, никаких шоколадок с кофе. А к обеду вокруг чашки ворох пустых оберток и это словно какая-то магия. Взяли одну, еще одну, а дальше что же я наделала? Такие ситуации были, пожалуй, у каждого, но это не про силу воли и слабости. Нужно прежде всего разобраться, есть ли в рационе пробел с каким-то пазлом рационального питания или образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, режим, сон, что не так, что организм так себя проявляет. Так вот бывает, что восполнение только магния приводит к снижению веса и изменению качества жизни. Еще бы, ведь по данным практикующих врачей, дефицит магния обнаруживают у 15% пациентов в стационаре, 50% кому проводили реанимационные мероприятия, 50% это пациенты, перенесшие инфаркт миокарда. Люди с заболеванием сердца погибают от нарушения ритма сердца. Его четкая слаженная работа зависит от концентрации калия, натрия и магния. Магния – микроэлемент, который наш организм расходует не экономя, поэтому можно сказать, что дополнительный источник магния нужен всем, особенно если вы занимаетесь спортом, находитесь в остром или хроническом стрессе, вы эмоциональный человек, учитесь или ваша работа интеллектуальная, вы беременны или часто употребляете алкоголь, при инсулинорезистентности принимаете мочегонные препараты, женщины, принимающие комбинированные оральные контрацептивы, сахароснижающие препараты, метформина, глюкофаж, например. И, как уже говорила, дети в период активного роста также могут находиться в состоянии дефицита магния. Симптомы дефицита магния схожи с другими проявлениями и могут накладываться на другие состояния. Скажем, синдром хронической усталости. От чего у вас нет сил? Кто знает, может, фаз луны, циклы, настроение. А о том, что у вас дефицит магния, никто не подумает. Максимум весной решите, что о витаминоз. Купите комплексные витамины, в которых содержится магния около 100 мг, а вам нужно 400-800 г в сутки. Или другой симптом, голова болит. Да, погода, наверное, выпили анальгетик и боли нет. Только проблема не решена. Приступы мигрени повторяются. Настроение, сами понимаете, какое. Хочется полечить себя вкусненьким. А это сладости, суши, пицца, гамбургеры. Калорийность высокая, насыщение короткое. Через пару часов голод. Тут как тут. И вместо нормальной калорийности, скажем, 1800 калорий, получили 2500-3000. При этом, скорее всего, вы лежали и мало двигались. А как по-другому, когда голова болит? Кожное высыпание, в том числе и слизистых. И здесь возможны пробелы с витамином D. Так как усвоение магния в его полномочиях. Помогаем себе симптоматически. Наносим крем или мазь, но первопричину, опять же, не устраняем. Тяга к сладкому, звон в ушах, запоры, ПМС. Все это неочевидное проявление дефицита магния. К очевидным относятся синдром беспокойных ног. Судороги и покалывание в мышцах голени. Очень больно. Перебои в работе сердца. Нарушение ритма. Это можно почувствовать самому или узнать по результатам ЭКГ. Повышение или понижение показателей артериального давления. Бессонница. Если в вашем рационе достаточно белка, а по анализам его мало, то причина может быть в недостатке магния. Напомню, что суточная норма белка это 0,8-1,2 грамма на килограмм веса. То есть, если вы весите 80 килограмм, то в день вам необходимо минимум 64 грамма белка. А то и все 80. Только не забудьте, считать кусок мяса 100% белком неверно. В 100 граммах куриного филе белка только 24 грамма. Если вы этого не знали, возможно, не добирали белка. И питание нужно скорректировать. Как его рассчитать? Легко. Можно учиться на моих программах. Достаточно записаться. Ссылку прикрепила под этим видео. Посмотрите обязательно предыдущий выпуск о магнии. Ведь можно подумать, какая ерунда, какой-то магний, калий. Но по факту устранение их дефицита творит просто чудеса. По самочувствию и по работоспособности. А также решает вопросы по снижению веса. А сейчас подробнее, какие формы магния помогут при той или иной проблеме. Хилаты магния. Это глицинат или глицин. Обладает высокой биодоступностью при любых уровнях стресса. Лучше успокоительное. Но с поправкой. Осторожно при мочекаменной болезни. Таурат или таурин. Помогает оттоку желчи при проблемах в сердце и при инсулинорезистентности. Ротат. Спазмолитическое средство. Применяется при заболеваниях сердца и повышенных нагрузках. Трионат. Трионил. Единственная доступная форма, проникающая в центральную нервную систему. Кардинально улучшает память и обучение. Вот что нужно мозгу, а не сладкое. Лизинат. Поможет при герпетических высыпаниях. Помогает синтезировать белок и поддерживает здоровье соединительной ткани. Кислоты магния. Цитрат. Магния цитрат слабит и ощелачивает внутреннюю среду организма, что препятствует образованию камней в почках. Малат. Здорово бодрит. Принимать его рекомендуют только с утра, чтобы силы хватило на весь день. Пиколенат. Аспартат. Действие магния усиливает калием, что нормализует ритм сердца, восстанавливает электролитный баланс и нормализует обмен веществ. Соли магния. Оксиды. Применяются как антоцидное средство при заболеваниях желудка. Холориды. Всем известный бишофит. И ванны с его добавлением, которые помогают при головных и суставных болях, при воспалениях, бессоннице, нервном возбуждении, высоком давлении. В косметологии входит в состав средств для ухода за кожей и массажем. Обладает тонизирующим, бактерицидным эффектом, разглаживает морщины, увеличивает упругость и эластичность кожи, ускоряет регенерацию тканей. Сульфаты. Известный как эпсом или английская соль. Одно время ее употребляли для снижения веса, только как такового снижения веса не было. Было лишь ускорение стула и обезвоживание. День-два и все возвращалось. Лучше добавляйте в ванну при мышечных болях для отшелушивания кожи. А теперь 4 рекомендации по приему магния, которые помогут вам улучшить его усвоение. Первая рекомендация. Запомните, чем острее дефицит магния, тем лучше его усваивает организм. И чем ближе его уровень к норме, тем хуже он усваивается. Второе. Ни в коем случае не принимайте препараты магния одновременно с кальцием и витамином D, так как один мешает усвоению другого. Не принимайте суточную дозу за один раз. Разбивайте на два приема, утром и вечером, потому что большая часть магния будет выводиться с почками. Четвертое. Препараты магния лучше всего принимать натощак и ни с чем не смешивать. Прием белков, в том числе и казеина, а также употребление в пищу бобовы, гороха и гречки снижает усвоение магния. Питание. Это самый действенный способ снижения веса. Посмотрите на эти фото. Можно ходить в тренажерный зал, качать мышцы и годами не видеть результат под слоем подкожно-жировой клетчатки. Выпускники моих курсов выстроили режим и упростили питание без голода и однообразия. Выбирайте программу, которая вам подходит и ешьте худее. Присоединяйтесь. Вся информация под этим видео. С вами была Светлана Никитичук. Подписывайтесь и ставьте лайк. И мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.